Утро на Елисея Зато мэр Сергей Еремин постоянно подбатривал Друзья, потерпите, все работают в круглосуточном режиме на измоте Понимаю, что эта зима просто-напросто отжалась А снег все шел, шел и шел по всему краю В гидрометцентре сообщают, ночами выпадало до 30% от месячной нормы осадков И так несколько дней подряд Вот, например, как Вачинске завалило гаражи Снег убирали лопатами А вот в Канске мужчина сам из запчастей от «Жигуля» и «Кировца» Собрал снегоуборочную машину А в Норильске дети рыли проходы в снегу, чтобы быстро дойти до школы А так ребенок ходит в школу Но зато было так атмосферно, ничего не скажешь Сибиряки приспосабливались к снегу, как могли Настроение этой зимой поднимал ледяной ветер Порывы которого достигали 19 метров в секунду А еще красноярцы, особенно люди в возрасте, ощутили погодные качели Температура прыгала от минус пяти днем до минус тридцати пяти ночью Однако для спортсменов и этого снега оказалось мало, чтобы полноценно тренироваться в городе Вот, например, Александр Старостин Призер Кубка в Сибири паснул байку Говорит, маловато выпало Из-за морозов и ограничений зима выдалась домашней В кафе, театры и на концерты особо люди не выходили Зато с декабря месяца уменьшилось ежедневное число заболевших коронавирусов в Красноярском крае Если в начале декабря прирост заболевших был более 400 человек в день по краю То в феврале он опустился в среднем до 160 И самое главное, началась вакцинация и появилась надежда на лучшее Мы очень надеемся, что это одна из главных составляющих комплексной борьбы с этим явлением, с этой болезнью, с этой, так сказать, чумой В общем, зима 2020 года выдалась долгой, снежной и красивой С нетерпением ждем весны и перемен Пока зима! Пока зима! Пока зима! До скорых встреч! Пока-пока! Пока зима!